В Калининском районе на третьем километре автодороги Змеёва-Кушалина столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие. Фиат затормозил перед поворотом. Ехавши сзади, Опель стал уходить от удара, но в него врезался идущий следом Киа. Опель от удара въехала в Фиат, а Киа ударился о КамАЗ, после чего тоже влетел в Фиат. Пострадали пассажиры автомобиля Опель Вектора, 27-летняя женщина и 5-летний мальчик, пристёгнутый в кресле. Пострадавшие доставлены в больницу. В малом конференц-зале Тверского государственного медуниверситета прошёл межведомственный круглый стол, на котором обсуждалась проблема патриотического воспитания студентов, формирование у них активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологического терроризма. Обсудить проблему пришли представители учреждений образования и культуры Тверской области, в том числе ведущих вузов региона. Здесь, в Тверском медицинском университете, мероприятие, затрагивающее темы патриотического воспитания и неприятие идеологии терроризма проводится уже два года. И на этот раз инициатором встречи выступил исполняющий обязанности начальника управления комплексной безопасности университета Владимир Смирнов. Сейчас в Тверском меде работает 14 студенческих объединений, среди которых волонтёры-медики, патриотический клуб «Я горжусь», клуб интернациональной дружбы, отряд «Спасатель». Тверской государственный технический университет на Круглом столе презентовал военный учебный центр и рассказал о его роли в патриотической и воспитательной работе. О возрождении некогда военной кафедры в этом вузе мы рассказывали в патрульной службе. В рамках Круглого стола были представлены проекты «История забытых деревень» Тверского государственного университета и Академия памяти Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Это актуально было всегда, во все времена, а сейчас в связи с известными событиями, конечно, это актуально, потому что патриотизм, он же, как и героизм, его надо воспитывать. Поэтому подобные мероприятия, они, конечно, имеют свою актуальность. По окончании Круглого стола принято решение о создании общего телеграм-чата для обсуждения и организации совместных мероприятий в нашем регионе. Круглого стола Круглого стола